За последние месяцы жители Приморья отметили рост цен на топливо. Многие эксперты говорят, что вслед за этим дорожают в том числе и продовольственные товары. Ведь их на прилавке магазинов доставляют в основном транспортом, работающим на жидком топливе. Конечно, заметили, естественно, как автопользователь. Естественно, я замечаю каждый момент, каждый рубль, так сказать. Вот, да. Сейчас на бензе 51 рубль, хотя раньше было 47-48. И то есть, независимо от какого бензина он весь вырос, что второй, что пятый, что восьмой. Естественно, все жалуются, вся страна жалуется. В других странах дешевле, чем у нас. И все жалуются абсолютно. То есть, все мои знакомые, друзья и просто, да, в интернете, везде. То есть, как бы, нефть наша, а у нас самые дорогие цены на бензин. За последние месяцы цены на 92-й бензин выросли в среднем на 3,5%. На бензин марки АИ-95 на 3,21%. На бензин марки АИ-98 на 3,51%. И дизельное топливо подорожало на 1,1%. Если сравнивать с началом года, то рост составил более 8% на все марки ГСМ. Однако в начале сентября, когда Владивосток принимал ВЭФ, автомобилисты обратили внимание, что цены на топливо снизились в среднем на 30 копеек. Правда, тогда АЗС такую приятную неожиданность не комментировали. Но многие связали падение цен с визитом в регион высоких чиновников. Стоит отметить, что традиционно в начале нового года горожане получают неприятный сюрприз – повышение цен на проезд в общественном транспорте. Перевозчики свои действия аргументируют также удорожанием топлива. Однако в находке не стали дожидаться 1 января и уже подняли цены на проезд. Одна поездка на городском транспорте теперь стоит 35 рублей. Увеличение цены обусловлено тем, что в городе пока нет регулируемого тарифа, который бы позволял мэрии субсидировать услуги и жестко контролировать стоимость проезда и работу перевозчиков. Тем временем, в Владивостоке цена на проезд в общественном транспорте пока остается прежней. Алина Черненко, Игорь Егоров, Новости на Восьмом.